форму хлебную то что очистила кипятила-мипятила теперь ее нужно подготовить к выпечке хлеба посмотрела посмотрела но сделаю по-своему вот сейчас я ее хочу нагреть хорошенько и она когда хорошо нагреется после этого хочу вот как я гриль сковороду тестировала у меня есть тестер чистила и тестирование гриль сковороды я ссылку сделаю вот все-таки лучше ее смазать маслом и посыпать солью что я и сделаю так как в основном хлеб пригорает снизу и потом у меня небольшие я буду делать хлеб небольшие делаю форму вот меня тесто на закваске уже подошло поэтому сейчас сковороду в эту форму приготовлю и займусь тестом на закваске соль хочу использовать ту которую я уже использовал уже а что почему бы ее еще раз не использовать что тут такого по краям тоже хочу налить чтобы с краю не прилипал тоже хлеб восполняю свою мечту чтобы смесь хлеб в форме форму бедную бедная я я ее сколько чистила тоже киноэпопея как пишут в этом все не так вот минут десять уже это видно не видно не видно дым вот он выходит дым запах гари а вот сол стало вот такого цвета сейчас еще минут пять потом выключу и дам остывать ну вот кувшин остывает остыл мой опыт вот это все сюда выделила тряпочку полотняную сколько читала после выпечки хлеба мыть нежелательно ну это если эта форма будет специально для хлеба другое больше ничего нельзя в ней я специально две формы взяла потому что мясо иногда хочется чуть-чуть запечь а вот эти формы все большие не нравятся мне они вот такую форму взяли один раз спекли помыли и все даже и вытирала а ржав он из нее все равно лезет сейчас все делают лишь бы сделать а для выпечки хлеба нельзя там это ёжиком пользоваться чем-то пользоваться так что вот прожарила формы просолила промаслила и и это уберу сейчас вот мое прекрасное тесто вот оно как подошло это на закваске тесто я тесто обминаю так руки в воду кладу обминаю так оно потом не прилипает заквасочное тесто какой запах не знаю что получится в хлебной форме первый раз вот так вот типа типа формы сделала формы и вот поставлю на расстойку вот так вот пусть растаивается сейчас тряпочкой накрою духовку нагреваю на 220 продолжаю эксперименты хочу попробовать вот этим порезать лезвием режу тоже ну сейчас на 220 поставлю на 10 минут на пониже на нижней а потом через 10 минут на среднюю перенесу вот такой у меня сегодня эксперимент вот такая красота получилась вот такая она со всех сторон чуть-чуть помочилась вытащить ну ничего нормально надо на мокрое ставить тогда хорошо вытаскивать будет так что опыт удался ждем удался удался Продолжение следует...